Ну если электрички отменить, мы выйдем и ляжем на путь и все. И последнее то, что у нас была электричка, да это позор и больше ничего я не хочу сказать. Нету работы, ездим все на электричках, многие кто ездят на туннель, ездят охраняют, сюда на партизанские ездят на работу. Скоро через поселок Фридман перестанет ходить электричка. Местные жители только эту новость обсуждают, она как приговор для всего населенного пункта, ведь электротранспорт здесь единственный. А в школу нам как? А людям на работу как? Между Тигровой и Анисимовкой перевал, там дороги нету, там можно проехать на танке. Фридман поселок небольшой, в нем живут около 200 человек. Здесь даже школы нет. Каждое утро дети ездят на электричке в соседнюю Анисимовку. Отменить электротранспорт значит накрыть Фридман колпаком. Территория автоматически станет труднодоступной. Но на крайние меры компания-перевозчик идет не от хорошей жизни. Тарифы устанавливаются ниже нашей себестоимости. В соответствии с законодательством у администрации края возникает обязанность компенсировать перевозчику вот эту разницу. Нам всего нужно на 2014 год 400 миллионов. Краевая администрация больше не субсидирует пригородные перевозки. Хотя именно администрация заказывает транспортные работы. Объем перевозок, маршруты, составность вагонов. Компания «Экспресс-Приморья» выступает только как перевозчик. В этом году краевые чиновники выделили на электротранспорт только 25% от необходимой суммы. С ней перевозчик и будет работать. Начнет оптимизировать процесс. То есть количество поездов уменьшится в 4 раза. Многие пассажиры останутся на перроне. Жители партизанского района окажутся в самой незавидной ситуации. Их электричку отменят вовсе. А это поселок Тигровый, партизанский район. Между двумя населенными пунктами Фридман-Тигровый каких-то 12 километров. Но это расстояние мы преодолели за полчаса. Дорога очень плохая, иногда ее просто нет. И вот такая грунтовка – это лучшее, что есть на этом пути. В Тигровом уже возле магазина, но тот же сход. И проблема та же. Как жить, если завтра электричка не придет? У нас нет медпункта, единственная связь. Медицина-то у нас партизанский. К нам не ходят автобусы. У нас дорога уже, чем она должна быть. У нас все дела решаются в партизанский. Субсидия в партизанский, аптека в партизанский, квартплаты все в партизанский, Сбербанки, все-все-все. Мы просто, мы даже за продуктами ездим на электричке. В Тигровом только один магазин, в нем и продукты, и товары быта, но все по завышенной цене. Дорого доставлять. Часто местные жители ездят за покупками в партизанск, естественно, на электричке. А еще на электричке ездят пенсионеры. Пенсия приходит на банковскую карточку, а вот ближайший банкомат находится все в том же партизанске. Краевые чиновники заявили, что здесь, между селами партизанска, они запустят альтернативный транспорт – автобус. Вы уже видели, что до Тигрового дорога, мягко говоря, не очень. Местные жители утверждают, что дальше она будет только хуже, потом и вовсе закончится. Мы решили проехаться по предполагаемому автобусному маршруту. Будем ехать, пока это будет возможно. Ну, вот, собственно, мы подъехали к первому препятствию серьезному. Это речка, проехать которую мы уже не можем на своем микроавтобусе. Мы пытались найти объездные маршруты, но это, в принципе, невозможно. Везде только продолжение этой реки. До перевала, который, кстати, находится под уклоном 45 градусов, таких речек еще три. Хочется спросить, вот это сюда краевые чиновники хотели запустить альтернативный транспорт – автобусы? Вообще, видел ли кто-нибудь из них, как на самом деле обстоят дела в партизанском районе? Екатерина Чернакова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.